Всем привет, с вами Аурум. Сегодня прошел гранд-финал турнира от Рэдбула в рамках российского отбора. То есть сегодня, грубо говоря, мы выбирали лучшую команду России по версии Рэдбула. За это звание сражались две команды. Одна команда ассоциируется с Петей ММА, вторая команда ассоциируется с Лал Ю. Это два ютубера, два хороших игрока, но при этом Петя ММА был абсолютным фаворитом. И, ну, это очевидно, наверняка вы знаете, кто такой Петя ММА. Ребят, вот прямо сейчас поставьте на паузу видео и пойдите в комментарии и напишите, кто, по вашему мнению, победил, если вдруг вы не были на стриме. Если же вы были на стриме, то, ребят, отгрузите лайк, если вы охерели и подписочку, если просто прозрели, когда увидели результат этого финала. Потому что я немного был, ну, серьезно, я немного был шокирован. Я просто, просто, ну, я такого не ожидал. Поединки были до двух побед и в этом сражении команда Лал Ю одержала победу. Просто дикий ахер и шок, потому что команда Петя, соответственно, проиграла. В этом видео я хотел бы поспрашивать у пацанов, как они вообще к этому относятся. Вот узнать какие-то определенные комментарии. Я уверен, что у себя на каналах они запилят объяснение и свое видение, как это было. Но лично для меня, лично для вас, мои дорогие зрители, я попросил их прокомментировать, как оно и что оно. И сейчас я буду по порядку задавать вопросы Пете, задавать вопросы Сереге Лал Ю и будем слышать их ответы. Отдельно лайк и подписка за такой формат. Изи формат, но, мне кажется, будет интересно. Поехали! Итак, Петя, почему вы проиграли, как ты считаешь? Я считаю, что здесь любой может слить, любой может победить. Игра в этом плане очень интересная. Ну и поэтому ключевой какой-то ошибки не было. Тупо формат такой игры непредсказуемый. Серег, как ты думаешь, что повлияло на вашу победу? В тренировке, друзья. Мы играли примерно каждый день. Мы каждый день играли на несколько часов. То есть мы заходили в часов 10 вечера и играли до 3-5 утра. Потому что, ну, мы понимали то, что против нас играют реально сильные соперники. Мы играли с ними просто в дружеских. Мы играли с ними, чтобы потренироваться. Даже было такое, что мы играли на деньги. Но об этом ни слова, друзья. Вот. И мы проигрывали. Мы много дружеских проигрывали. Мы тренировали. Мы меняли наши связки. Мы пытались думать. Мы пытались найти ту комбинацию, которая нам должна была подойти. Блин, заговариваясь, друзья. Извините, пожалуйста. Петь, как ты оцениваешь игру, персональную лаву в этом финале? Я не фокусировался на ком-то конкретно. Я старался следить за общим положением игры. У кого есть ульта, у кого нет. Кто что делает. В общем, как-то так. Думал ли ты, что вы победите? Нет. Не думал, что мы победим. То, что произошло, это я сам в шоке, друзья. Друзья, чтобы вы понимали, мы очень много, я же повторюсь, тренировались. Прям очень много мы тренировались. При этом у нас была слаженность. У нас мы просто до этого, за неделю до этого. Я вообще был в Сочи. Мне пишут вот так, типа, пойдем играть с нами на турнире. Я такой, ну типа, пойдем. И то, что это зайдет до вот такого, я вот не ожидал. Но когда мы выиграли, прошли финал на прошлой неделе, мы просто поняли, что нужно, нужно что-то делать. Нужно, нужно делать, делать вещи. Блин. Друзья, я очень сильно волнуюсь, очень сильно рад. Спасибо всем, кто поддерживал. Спасибо огромное. И спасибо всем, кто назвал меня овощем. Вам тоже отдельный привет. Как думаешь, кто больше всего ошибок допускал из вашей команды? Сами катки я не пересматривал, по ошибкам не подскажу. Но самая главная ошибка, это то, что пацаны не слушали меня, когда команда Лала вызывала их, так сказать, на дружеские бои, на тех же картах, с теми пиками. Они играли там на небольшие суммы денег. И, грубо говоря, это была тренировка для наших соперников. Я им много раз говорил, что это очень тупо так делать, потому что это то же самое, что у меня будет через неделю бой, и я буду с этим же бойцом, с кем мне биться, где-то в зале за неделю до этого спарринговать. Это очень тупо. Показывать свои сильные стороны, слабые стороны, изучать его стороны. Это как бы, ну, в одну калитку тема. И пацаны меня не слушали, они все-таки пошли играть, и, возможно, это тоже сказалось. Как ты оцениваешь свои шансы в Мадриде? Свои шансы я никак не оцениваю, потому что я оцениваю шанс команды. Потому что без команды то, что мы сделали втроем, этого бы не было. Потому что вот именно команда, именно благодаря команде мы просто вот сделали эту игру. Потому что это слабость, это четкая информация друг к другу. Кто, где, кто, как. Просто, друзья, это, это, это что-то. Я никогда не сыгрывался с командой за неделю настолько, чтобы выиграть настолько сильных соперников. При том, что до этого мы всегда им проигрывали, всегда. Петь, как ты оцениваешь шансы Лала в Мадриде? Думаю, будет нелегко, потому что там будет супер много топовых тим, но в любом случае желаю удачи этой команде. Готовились ли вы к этому турниру как-то отдельно? Может, особенно? Отдельно мы не готовились. По сути, мы всегда играли другим составом. Но так как Джейсон по определенным причинам не смог участвовать, в итоге мы с ББГС, конечно, тренили иногда. Но это получалось очень редко. Чаще всего они тренили между собой, так сказать, команду Лала и мои пацаны. Вот как-то так. Но я в этом деле отказывался участвовать, потому что это было бы тупо, как я уже и говорил ранее. Но в целом, в целом никакой прям кардинальной подготовки к этим турнирам не было. Ребят, пишите свои мнения по данному поводу в комментариях. Также в описании оставлю ссылки на Серегу и Петю. Ну и, помимо прочего, в феврале у нас гранд-финал в Испании, в который поедет Лал. Ну и, надеюсь, как зритель поеду и я. Ну а там посмотрим, что оно будет. Короче, вот такие дела. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Аурум. Всем удачи, ребята.